Почему люди отказываются от животных продуктов? Говорят, от мяса так тяжело. У вегетарианцев снижается на процентов 20, по-моему, риск сердечно-сосудистых заболеваний, но на 40% увеличивается риск онкологии. Организм будет хорошо себя чувствовать до тех пор, пока у него есть вот эти вот ресурсные системы, которыми он может компенсировать некоторые моменты. Здравствуйте, друзья мои! Вы на канале Школы Здоровья и Ресурс. Меня зовут Марина Жигульская, я нутрицолог, и я говорю о том, как восстанавливать организм без таблеток и операций, и без помощи фармы. И сегодня я хотела бы поговорить о такой интересной щепетильной теме, как животные продукты. Животные жиры, животные белковые продукты, которых нас научили избегать. Почему? Потому что это высокий холестерин, потому что это закупорка сосудов, потому что это пурины те же самые, которыми нас пугают. И вот тут, конечно, может быть и есть какая-то доля правды, но я не понимаю, в чем она. Что я вижу как нутрицолог? Что как раз обилие углеводов, рафинированных продуктов, сахаров, приводят к воспалению в организме, к повышению холестерина, к поломанному углеводному обмену, а следовательно, инсулинорезистентности. А это трамплин для очень многих состояний, в том числе неблагоприятных, онкологических. И при этом у нас учат избегать животных жиров. И некоторые люди действительно перестраиваются, почему так происходит, сейчас расскажу. И переходят на более легкие продукты, потому что от мяса якобы тяжело. На самом деле природа нас так придумала, что она дала нам незаменимые аминокислоты и положила их только в животные продукты, то есть растительные продукты их не содержат. Природа так придумала, не я, не кто-то там еще, да, что животный белок усваивается на 98%, растительный только на 60 с копеечкой, там с небольшой. Природа так придумала, что она именно в животные продукты положила гемовое железо, которое легко усваивается, не окисляет организм и сразу заходит в реакции. Природа так придумала, что она именно в животные продукты добавила метильные группы, которые нужны нам для хорошей детоксикации, для хороших ферментативных процессов и программ, ну и для много-много всего. Я могу перечислять долго еще, что хорошего в животных продуктах, но на самом деле все ли могут их есть. Почему люди отказываются от животных продуктов? Говорят, от мяса так тяжело, потому что на самом деле здесь не мясо виновата, а виноват их желудочно-кишечный тракт, который уже не может обрабатывать животные продукты. Не может обрабатывать, а следовательно появляется вот эта тяжесть сначала, вот прямо тяжело от мяса, невозможно переварить. Потом появляются в животе какие-то неприятные ощущения, потому что белок не расщепился соляной кислотой в желудке, и следовательно поехал догнивать в кишечник. И вот человек делает большую ошибку, он переходит на растительные источники питания, на супчики, на кашки, на салатики, и таким образом еще меньше снижает свою кислотность, потому что, опять же, природа придумала, что выработка соляной кислоты, которая защищает нас от паразитов, которая делает крепче наш иммунный ответ нашего организма, которая помогает нам усваивать минералы, для того, чтобы, опять же, все функции организма работали исправно. Так вот, соляная кислота, она синтезируется у нас в ответ на животный белок. Если животного белка нет, то, к сожалению, соляная кислота будет снижаться, и все, и мы уже здесь и по иммунной системе просели, и от всяких паразитозов, там, глистных инвазий и так далее, мы не защищены. Ну и много-много других проблем, потому что, когда в организме не хватает белка, это, конечно же, уже сигнал сос у организма. Теперь по поводу жиров, потому что животные жиры, это хорошие жиры, хотя бы в силу того, что, например, если мы берем растительные масла, вот сейчас все любят это подсолнечное масло, которое в пластиковых, прозрачных бутылках, рафинированное, стоит просто в магазине стеллажами. Люди его берут, почему? Потому что оно не горит. Так вот, животные жиры тоже не горят. То есть там мало канцерогенных веществ, которые при нагревании будут, ну, как-то мешать нашему здоровью нагружать его. И поэтому животные жиры для жарки идеальны и просто. Мало того, в животных жирах содержится тот самый вот качественный, нужный нам холестерин, из которого организм потом синтезирует нам, например, насыщенные жиры, точнее, из которого организм синтезирует нам потом, например, половые гормоны. И поэтому, когда сейчас ко мне приходят, например, лечат, лечат, лечат гормональную систему, я когда-то тоже была в этом строю, гормональными препаратами, там, антибиотиками, как-то пытаются там сбалансировать этот гормональный статус, ничего не получается. Потому что по факту у организма просто нет сырья для производства этих самых стероидных гормонов. И плюс не хватает, опять же, веществ из-за того, что у нас нет животных источников белка и жиров для детоксикации. А следовательно, наши отработанные эстрогены будут оставаться в организме, потому что, ну, не качественный детокс уже. И мы можем лечить тогда гормональную систему годами. Сейчас, когда ко мне приходят вегетарианцы, что я вижу? Я вижу бледного человека с энергодефицитом. Я вижу, что у человека есть проблемы с кожей, что у него выпадают волосы, например, что у него реально не хватает сил жить. Но он так держится за этот свой стиль питания. Почему? Потому что от мяса ему тяжело. Я могу понять такого человека. Но вы должны тоже понимать, что есть сейчас уже определенная статистика. Во-первых, людей с геном вегетарианства на планете Земля где-то 7%. И действительно, это должны вот системы все работать таким образом, чтобы они выживали на растительном источнике белка, например. И это, к сожалению, не средняя полоса России точно. То есть вы должны понимать, где вы родились и как жили ваши предки. Были ли они привержены вегетарианству? Если да, тогда может быть. Потому что ферментативные системы не меняются быстро. Потом есть статистика, например, что действительно у вегетарианцев снижается на 20% риск сердечно-сосудистых заболеваний, но на 40% увеличивается риск онкологии. И когда мы кладем это на чашу весов, получается, что из чего выбираем? То есть профилактируем сердечно-сосудистую, но придвигаем к себе онкологию? Или все-таки мы не хотим онкологию, но тогда нам надо как-то поддерживать сердечно-сосудистую? То есть к чему я клоню? К тому, что никакая там кето-диета, какой-то рацион питания не может быть один на всех. Не может такого быть. И даже вегетарианство. Я не против вегетарианства, но в очень короткий промежуток времени. Можно, например, повегетарианить месяц-два. Но даже не два, даже месяц, я бы сказала. Но в долгую заходить не стоит, потому что тут уже организм пойдет в истощение. За месяц вегетарианства, возможно, он даже там где-то почистится, возможно, даже передохнет. Но дальше он уже будет заходить в другие процессы, которые тоже ни к чему хорошему не приведут. Поэтому никакие протоколы питания, там, жировые, маложировые, не должны быть средним по больнице. То есть это всегда индивидуальный подбор. Кому-то это подходит, а кому-то не подходит. Кому-то подходит на месяц, а кому-то не подходит даже на месяц. Точно так же, как голодание, например. Я рекомендую своим клиентам, что больше, чем на два дня в голодание не ходите. Потому что иногда это бывает дорога в один конец, а организм берет свои неприкосновенные запасы, и организм приходит в истощение. То есть животные жиры должны быть в нашем рационе, потому что нас так придумала природа. Другое дело, что количество этих жиров, качество этих жиров, вот это должно подбираться индивидуально. Животный белок должен быть в нашем рационе, потому что без животного белка мы обделены много какими веществами, которые стабилизируют нас. И поэтому, когда человеку, например, с подагрой говорят, убирайте красное мясо, это правильно и неправильно. То есть ему нельзя красное мясо на постоянной основе. Но ему обязательно надо, чтобы из красного мяса он получал гемовое железо, он получал витамин В12, например. Потому что, собственно, только там они есть. Если он будет лишен этих продуктов, этих витаминов, этих веществ, он будет усугублять свое состояние. С одной стороны, как бы ему помогать, а с другой стороны усугублять. Поэтому здесь всегда должна быть мера и всегда индивидуальный подход. Еще один момент, о котором я хотела бы сказать. Ко мне в программу часто приходят вегетарианцы, которые не в силу там новомодных течений перешли на стиль вегетарианства. А это действительно такие ментальные факторы, эмоциональные, которые не дают человеку, никак он не может себя перебороть и начать есть, например, там животный белок. И тогда, конечно, эти моменты все надо учитывать и компенсировать обязательно. Если вы как раз вот из таких людей, учитывайте обязательно эти моменты. Во-первых, в рацион тогда мы вводим, например, яичный белок и рыбу. Вот про веганов я вообще молчу и здесь я бессильно. Если ко мне приходит человек, который веганит и не один год, и при этом у него есть большие проблемы со здоровьем, то есть компенсаторики его организма уже не хватает на то, чтобы это все скомпенсировать. Потому что организм будет хорошо себя чувствовать до тех пор, пока у него есть вот эти вот ресурсные системы, которыми он может компенсировать некоторые моменты. Но когда уже человек начинает болеть и приходит, помогите, но есть я мясо не буду, яйца не буду, рыбу не буду, здесь я бессильно. Поэтому вегетарианцам мы добавляем обязательно какой-то белок. Самый хороший белок это яичный белок, он скомпенсирован по всем аминокислотам, и это действительно полноценный состав. У белка, конечно, яичного есть другая сторона медали, но сейчас не об этом. Дальше мы добавляем в рацион рыбу и морепродукты, потому что это тоже белок, который нужен нашему организму, там тоже есть незаменимые аминокислоты, и обязательно тогда добавляем метильные группы витаминов. Потому что именно метильных форм не хватает из-за того, что человек не ест животный белок, конкретно мясо животных. И метильные группы это метилкабаламин, это метилфалат, добавки, например, с метильными формами. Это те вещи, которые будут компенсировать его по, ну, как минимум детоксу, как минимум детоксу, потому что метильные группы отвечают не только за это. И вот тогда у нас есть шанс добиться того, что мы поднимаем белок, что мы запускаем процессы детоксикации, и мы устраняем воспаление в организме. Потому что люди, которые переходят на вегетарианство, у них слишком много углеводов становится в питании. Плюс еще, конечно, прикрываются, например, бобовыми растительными источниками белка и зарабатывают себе вздутие, например, живота, потому что синдром избыточного бактериального роста. Потому что бобовые, ну, во-первых, они тяжело усваиваются, во-вторых, они оставляют, ну, грубо говоря, много таких продуктов в организме, которые вот усиливают у нас вздутие и газообразование. Это тоже моменты, которые важно учитывать, поэтому еще раз, я не против вегетарианства, но кому-то нельзя, кому-то реально нельзя, а кому-то уже надо прекратить. Кому-то еще можно, потому что есть ресурсы организма, но тогда надо понимать, в каких моментах организм должен быть скомпенсирован. Если вы хотите научиться разбираться в том, как компенсировать свое состояние при помощи питания, образа жизни, как не допускать таких ситуаций в организме, которые уже в некотором роде даже необратимые, хотя необратимых ситуаций по факту не так уж и много, я приглашаю вас разбираться с тем, как устроен организм, и делать это можно на моих программах, я специально для этого записываю некоторые программы, они бесплатные, и у меня есть, например, бесплатный трехдневный курс, на котором три целых вебинара, где мы последовательно разбираем все моменты, связанные с питанием, образом жизни, воспалениями, дефицитами и так далее, и как это компенсировать. У меня есть вебинар по кишечнику, есть вебинар женское здоровье для регистрации, вы можете пройти по ссылке в описании этого видео. А со своей стороны я могу вам пожелать больше внимания обращать не на советы кого-то, кто как-то там излечился, а на то, чтобы разбираться, что нужно вашему организму, потому что бывает так, что то, что помогло вашему знакомому, не то, что не поможет вам, а еще даже навредит и усугубит. Поэтому я всегда призываю людей, учитесь, как работает ваш организм, как он устроен, что ему нужно, потому что тогда у вас будет много энергии, у вас будет много ресурсов у организма, и по факту никакие болезни в виде, например, ковида или затяжных каких-то стрессов вам не страшны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok